Антарктида мало чем отличается от Марса. Разве что кислорода больше, а холод такой же. Местами температура опускается до минус 80 градусов по Цельсию. Принципиальная разница одна. На Антарктиде есть люди, на Марсе пока нет. Но это вовсе не означает, что ледовый континент изучен лучше, чем Красная планета. Пожалуй, даже наоборот. Южный полюс стоит в себе загадок гораздо больше, чем Марс. В 2000 году Управление национальной безопасности США сделало неожиданное заявление. Все американские научные экспедиции, работающие в настоящий момент в Антарктиде, отзываются на родину. Их заменяют профильные специалисты из ведомств, подчиняющихся оборонному комплексу страны. В Национальном космическом агентстве НАСА тут же заявили, что кадровая ротация продиктована соображениями безопасности страны. Похожие меры были приняты и России, только без широкой огласки. На ледовый континент были отправлены специальные экспедиции, оснащенные дорогим и строго засекреченным оборудованием. Что же такого могли обнаружить ученые в Антарктиде? Версий немало. И у каждой из них есть своя удивительная история. Пасмурным январским вечером 1840 года директор Национального музея в Стамбуле Халил Этхем разбирал библиотеку византийских императоров в Старом дворце султанов. Вдруг на пыльной книжной полке он обнаружил карту, валявшуюся бухвись с каких времен, сделанную на коже газели и свернутую в трубку. Неизвестный картограф изобразил на пергаменте западное побережье Африки, южный край американского континента и северный берег Антарктиды. Вглядевшись в карту, Халил не поверил своим глазам. Береговая кромка антарктической земли королевы Мот была свободна ото льда. Картограф нанес в этом месте коричневую горную цепь. Сам же картограф оказался легендарной личностью. Это был Пири Рейс, знаменитый адмирал военного флота Атаманской империи, член географического общества, живший в первой половине 16-го столетия. Подлинность составленной в 1559 году карты не вызывала сомнений. Графологическая экспертиза заметок на полях подтвердила, что они выполнены рукой адмирала. Есть и другие карты, есть и другие средневековые записки, свидетельствуют о том, что существует земля, где обитают животные и люди. Причем ясно из этих карт, из этих описаний, что они сделаны с карт более древних. Ну, считается, что карта Пири Рейса, она скопирована с какой-то древней греческой карты. Существуют легенды предания арабских мореходов. Еще, по-моему, относятся эти записи к XII-XIII векам, о том, что древние люди отправлялись строго на юг, достигали земли, процветающей земли, где жили люди довольно высокой цивилизации. Очень трудно поверить в то, что Антарктида была когда-то обитаема. При этом население, самого южного на планете материка, существовало в достаточно комфортных климатических условиях. Ортодоксальная наука считает, что это невозможно. Согласно данным геологов, возраст антарктических льдов может быть оценен не более чем в 6 миллионов лет. А первый современный человек появился на Земле 200 тысяч лет назад. То есть, если следовать логике академического научного сообщества, Антарктида стала непригодной для жизни человека задолго до его появления. Однако карта рейса говорит совершенно об обратном. На южном материке кипела жизнь, и Земля окончательно покрылась вечным льдом не так уж давно. Свидетельства других источников средневековой эпохи, в том числе легендарного Меркатора, говорят, что Антарктида была обитаема во времена появления Египетской и Шумерской империи. То есть, можно предположить, что между пятым и десятым тысячелетиями до Рождества Христова на планете Земля существовала цивилизация людей, обладавшая высокими знаниями в области навигации, картографии и астрономии. И эти знания никак не ниже уровня последней трети 18 века. Ну, на первый взгляд, это кажется абсурдом, но с другой стороны, понимаете, вот есть же сейчас многочисленные сведения о том, что все-таки на Антарктиде даже пирамиды находят. Некие, ну, скажем так, пирамидообразные сооружения. Самое главное то, что под Антарктидой сейчас официально уже обнародовано это, что обнаружены огромные полости с воздухом. То есть, там возможно существовать. Понимаете? Фантастика? Вполне может быть. Однако совсем недавно появились уникальные фотоснимки известного американского исследователя Джозефа Скиппера. Он обнаружил в разных местах Антарктиды, причем в тех районах, куда практически не добиралась ни одна из официальных экспедиций, странные объекты, вмерзшие в лед. Внешне эти объекты сильно напоминают диски. Такие же по очертанию объекты много раз фиксировались уфологами в разных частях планеты. И они были идентифицированы как летательные аппараты явно неземного происхождения. Но и это еще не все. Есть предположение, и оно частично подтверждено утечками из оборонного ведомства США, что над районом этих странных находок в Антарктиде постоянно висит американский космический аппарат военного назначения. Вполне вероятно, что спутник подавляет радиосигналы, так или иначе связанные с этими гипотетическими неопознанными летающими объектами. Это были и есть НЛО, которые потерпели аварию там или прилетели из других каких-то миров, как некоторые считают, или местного происхождения той цивилизации, которая там существовала 12-15 тысяч лет назад. То есть цивилизации уровня Атлантиды по возрасту, а может быть это оставшаяся часть Атлантиды, которая там осталась. В частности, вот под озером Восток, который существует там, который находится в 400 километрах от Южного полюса, происходят самые разнообразные, загадочные, неведомые процессы, которые до сих пор никак не могут разгадать ученые. Озеро Восток находится в 500 километрах от Южного полюса. Толщина льда над озером почти 4000 метров. Его наибольшая глубина – 1200 метров. Содержание кислорода в воде в 50 раз выше, чем в любом обычном пресном водоеме. А температура в озере – почти 20 градусов по Цельсию. И это в центре самого холодного на Земле континента. Именно за озеро Востока развернулась негласная борьба между американскими и российскими исследователями Антарктиды. Речь идет о том, что, ну, возможно, даже сейчас под Антарктидой не просто сохраняются условия для жизни, что, возможно, там кто-то и обитает на самом деле. Потому что вы должны понять, что Антарктида – это не остров, это континент. И то, что в недрах этого континента находится, до сих пор непонятно. Согласно информации, опубликованной в зарубежных источниках, в феврале 2000 года две группы ученых, выполнявших совместную программу исследований, которую финансировали правительства США и Великобритании, намеревались опустить в воды озера специальные зонды, оснащенные различными датчиками. Но внезапно они получили указание все работы по программе свернуть. Никаких объяснений за этим не последовало. А на российскую антарктическую станцию в это же время прибыла новая группа исследователей. Вместе с ними было доставлено большое количество сложного и дорогостоящего оборудования. Причем происходило все это в глубокой тайне. Спустя некоторое время после ротации российских и американских полярников с австралийской антарктической станции Кейси в сторону озера Восток отправились две путешественницы, планирующих пересечь антарктический континент на лыжах. Когда они достигли озера и уже шли по его ледяному покрову, неподалеку вдруг произвел посадку самолет американских ВВС. Из него вышли странные люди в штатском и предложили девушкам проследовать на борт воздушного судна, объяснив все это спасательной операцией. Между тем отважные путешественницы ни о такой помощи не просили. Позже стало известно, что во время лыжного похода девушки звонили по спутниковому телефону друзьям, загадочно намекнув, что по возвращении расскажут им о чем-то совершенно невероятном. Однако, возвратившись домой, они отреклись от своих обещаний и долгое время отказывались с кем-либо общаться по поводу воежа на ледовый континент. В связи с этим инцидентом некоторые уфологи и исследователи загадочных явлений природы и тайн истории считают, что девушки могли быть вовлечены в события, связанные с возможностью существования в Антарктиде секретной базы НЛО. Или даже потомков немецких нацистов. Причем некоторые полагают, что одно другого не исключают. Еще во времена Третьего Рейха на территории Антарктиды была построена Новая Швабия. И в этой Новой Швабии туда были перевезены все самые умные ученые, скажем, вся культура, все тайны, оккультные тайны, эзотерические тайны, все лучшие люди Рейха. И почему Новая Швабия, кстати, очень интересно, откуда взялось это название. Корабль, который перевозил ценности и груз, назывался Швабия. История с базы нацистов в Антарктиде многим кажется нереальной. Но некоторые документы, найденные в берлинских архивах, проливают свет на одну из секретных операций Третьего Рейха во время Второй мировой войны. Согласно предположениям древнегреческого историка и философа Платона, Антарктида – это отколотая часть легендарной Атлантиды. Идея, что секреты цивилизации Атлантов могут быть сокрыты под ледяной шапкой шестого континента, была озвучена Адольфу Гитлеру. Нацисты, как известно, активно занимались поисками древних знаний и высоких технологий предков. Руководство Третьего Рейха понимало, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Отсюда многочисленные экспедиции тайного общества Ананербе на Тибет, в Латинскую Америку и, наконец, в Антарктиду. Искать тайные знания на ледяном континенте Гитлер отправил несколько групп. Чтобы соблюсти строжайшую секретность миссии, исследователи использовали исключительно подводный флот. Но уже по итогам одной из первых экспедиций, командующий Криксмарины адмирал Карл Денец заявил, «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай». Судя по архивным документам, нацисты на самом деле планировали создать в Антарктиде сверхсекретный полигон. Он получил кодовое название «База-211» или «Новая Швабия». Переброска будущих жителей Антарктической Новой Швабии не только ученых и специалистов, но и партийных функционеров с государственными управленцами высокого ранга началась в конце 40-х годов. Кроме того, туда отправили некие секретные производства. У меня имеются документы, которые я, собственно, глазами видел. Немецкая карта из синей тетради, так называемая, «Блауэхэфт», где написаны списки и переводятся фотографии этих сотрудников, но в основном эсэсовских чинов, которые участвуют в наборах добровольцев для жизни на Южном полюсе. Это документы, переведенные у нас в НКВД в 45-м году. На каждой страничке стоит виза Сталина. И.СТ. Известная всем подпись. Зачем нацистам нужна была такая база? Есть разные гипотезы. Возможно, что немцы планировали держать под военным контролем Южные моря. Кто-то считает, что в недрах Антарктиды искали оружейный уран. Есть еще интересное мнение. Там строилось убежище для элиты Третьего рейха. На случай полного поражения в грядущей мировой войне. Кстати, сразу после капитуляции Германии, американцы, которые активно вербовали немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, были озадачены тем, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего рейха бесследно исчезли. Не досчитались около сотни подводных лодок военно-морских сил Германии. В списках военных потерь ни люди, ни лодки не значились. То есть резонно предположить, что нацистам все-таки удалось поселиться на ледяном континенте в 40-х годах 20-го столетия. Вполне может быть, что уже немецкие исследователи в конце 30-х годов, которые очень интересовались Антарктидой, отправляли туда целые десанты из подводных лодок. И что именно там существовали подземные подводные полости, где температура была не ниже 18 градусов, температура воды были бактерии, которые могли жить только в теплой среде, до температуры до 55 градусов. То есть там была жизнь, там жили растения в этих полостях. Не исключено, что тайное поселение нацистов под кодовым названием Новая Швабия до сих пор существует в Антарктиде. И, возможно, на следы такой базы в 2000 году наткнулись полярники. В свою очередь, это заставило срочно заменить гражданских ученых на профильных специалистов из спецслужб. Подобное мероприятие по засекречиванию исследовательских работ и ограничению доступа на ледовый континент туристов вполне оправданно. В истории освоения Антарктиды не раз происходили инциденты, объяснения которым до сих пор нет. Есть только догадки, что странные происшествия могли быть связаны с неожиданными контактами исследователей и обитателями нацистской базы. А может, даже с представителями внеземной цивилизации. В 1959 году советская экспедиция, основавшая в Антарктиде полярную станцию «Мирный», отправила группу из восьми исследователей вглубь континента, чтобы достичь южного магнитного полюса. Вернулись лишь трое. По официальной версии, причиной трагедии были жестокая буря, сильнейшие морозы и отказ двигателя у вездехода. В 1962 году к южному магнитному полюсу отправились полярники из США. Американцы учли печальный опыт советских коллег, поэтому в экспедицию снарядили 17 человек уже на трех вездеходах и с постоянной поддержкой радиосвязи. В этой экспедиции никто не погиб. Но вернулись люди на одном вездеходе. Все они находились на грани помешательства. Исследователи не смогли ничего внятно объяснить, и их немедленно эвакуировали на родину. Уже намного позже советский полярник Юрий Коршунов в беседе с репортером пытался рассказать, что произошло с экспедицией станции Нервной. Коршунов был одним из тех, кто уцелел в походе к магнитному полюсу. По словам полярника, группа была атакована светящимися летающими объектами, напоминающими диски. Попытка снять аномальное явление закончилась плачевно. Фотографы камеры были уничтожены лучом, посланным с летающего объекта. Также погибли и те, кто стал отражать атаку с воздуха из охотничьих ружей. Репортер этот рассказ опубликовать так и не сумел. С кем или с чем могли встретиться полярники? Известно, что в Третьем Рейхе разрабатывались дискообразные летательные аппараты. Также известно, что немецкие летающие тарелки оснащались двигательными установками, принцип работы которых был совершенно отличен от обычных поршневых и реактивных моторов. Если предположить, что немцы действительно обосновали на ледяном континенте секретную базу, то именно на ней могли проводиться эксперименты по усовершенствованию летающих тарелок. Возможно, что полярники стали невольными свидетелями испытаний этих устройств и были атакованы. Но также нельзя исключить, что атаку провели другие. Кто? Например, представители внеземной цивилизации, потерпевшие аварию во льдах Антарктиды. Есть и третье предположение. Полярники попали в зону активной аномалии и стали жертвами воздействия сильных магнитных или других непонятных энергетических полей. У людей, которые там работали и работают, собственно, по каким-то рассказам непосредственных участников этих экспедиций, можно заключить, что действительно там имеют место быть некие эффекты, очень связанные с измененными состояниями сознания. И в этом измененном состоянии сознания люди могут воспринимать и видеть некие неопознанные объекты и так далее, и так далее, и тому подобное. Конечно, все это лишь предположение. Мы не знаем истинных причин засекречивания научных исследований в Антарктиде. И все-таки кое-какая информация просачивается. Вполне вероятно, что полярники нашли следы древней цивилизации, которая обитала когда-то на южном полюсе Земли и предшествовала нашей. Длительность ее развития может насчитывать несколько тысячелетий. Сам же континент был зеленым и безо льда. Как на карте турецкого адмирала Перерейса. Причем Перерейс не сам составлял карту, а всего лишь перерисовал ее с другого документа. И этим документом, скорее всего, был древний атлас жителей Антарктиды, ими же самими и составленной. Там, кроме очертаний континента, были еще изображения флоры и фауны. В недрах все-таки Антарктиды находят останки каких-то животных и растений, но этим останкам больше 20 миллионов лет. То есть, что могло стать причиной оледенения Антарктиды, это и смена полюсов, но и другие процессы, которые идут на Земле. Так что это вполне вероятно. Есть и другие причины исчезновения цивилизации, версии которых озвучивают исследователи. Катастрофическое извержение вулкана, после чего континент был полностью погребен под многометровым слоем пепла. Не исключаются и крупномасштабные наводнения, достаточно устойчивые, приведшие к длительным локальным потопам. Кстати, наличие таких потопов археологи не отрицают. При этом процесс оледенения Южной Земли начался не ранее 10-го тысячелетия до Рождества Христова. Подобные бедствия могли уничтожить абсолютное большинство комплексов материальной культуры, неизвестной нам протоцивилизации. Вполне возможно, что часть ее до сих пор находится под толщей антарктических льдов. Кстати, в качестве серьезной рабочей гипотезы уже сейчас принято положение, что спасшиеся представители древней цивилизации Южан сохранили и передали часть знаний древним египтянам и шумерам. Но покинувшие Антарктиду люди не остались в Египте и Месопотамии. Они пошли дальше, на север и восток, растворяясь среди местных племен или обустраиваясь в труднодоступных районах Сибири, Сахалина и Гималайских гор. До сих пор в некоторых богом забытых населенных пунктах на Дальнем Востоке местные жители рассказывают одну и ту же легенду, передаваемую здесь из поколения в поколение. Много тысяч лет назад они жили далеко-далеко на юге, в океане. И когда началась великая катастрофа, остатки их народа, остатки великой цивилизации, они начали свое многовековое странствие по океану. Плыли на круглых лодках, они умели опреснять воду. Вот это они подчеркивали, круглые лодки почему-то, и то, что могли опреснять. Это произошло 24 июня 1947 года в 100 милях от американского города Сиэтла в районе Каскадных гор. Пилот-любитель Канет Арнольд кружил на небольшом самолете над урочищем Маунт Рейнер. Он искал пропавшее накануне военно-транспортное воздушное судно. Летчик намеревался получить премию в 5000 долларов, если обнаружит обломки. Когда Арнольд пролетал над склонами самой высокой в этом районе горы, он вдруг увидел 9 дискообразных предметов, промелькнувших в небе со скоростью около 3000 км в час. Предметы перемещались правильным строем. И, как рассказывал потом Арнольд, их движение напоминало полет тарелок, скользящих по воде. Ошеломленный летчик вернулся в аэропорт и сразу помчался в редакцию местной газеты, где уже с порога стал кричать, что он только что видел космических пришельцев. Спустя сутки факт присутствия неопознанных объектов в небе над каскадными горами был подтвержден военными. А чуть позже пресса стала публиковать все новые и новые свидетельства появления летающих тарелок, что дало основание журналистам заявить, Земля подверглась нападению космических пришельцев. Не так давно специалисты по изучению неопознанных летающих объектов отметили своеобразный юбилей. 65 лет со дня появления в земной атмосфере первых загадочных дисков. Точка отсчета принято считать именно тот самый визуальный контакт с таинственными пришельцами американца Кеннета Арнольда в 1947 году. Однако, как заявляют исследователи, НЛО существовали намного раньше. Древние манускрипты и летописи античности изобилуют упоминаниями о летающих объектах, пилотируемых сверхъестественными существами. Но самым насыщенным необыкновенными явлениями такого рода ученые считают период с 1880 года и вплоть до начала Первой мировой войны. Можно утверждать, что современная история НЛО началась именно тогда. Посещали Землю на всем протяжении существования человечества, а может быть даже еще задолго до его появления. Поэтому вероятность того, что сотни и тысячи лет назад на Землю могли прилетать представители высокоразвитых цивилизаций, естественно, своей высокоразвитой летающей техники, а сомневаться в этом может лишь тот безумец, который выдвинет антинаучную версию, что человеческая цивилизация одна единственная во Вселенной и второй такой существовать не может. 26 марта 1880 года Джером Кларк и Люсис Фариш из Нью-Мексико увидели в вечернем небе корабль в форме сигара. Более того, очевидцы утверждали, на загадочном объекте находились 10 странных существ, которые выкрикивали что-то на совершенно непонятном языке. В том же самом году в Персидском заливе пароход британо-индийской компании Патна встретился с неопознанным объектом. Странный контакт был описан очевидцами так. Темной спокойной ночью на обеих сторонах парохода появились огромные блестящие вертящиеся колеса, спицы которых, казалось, задевают судна. Очевидцы слышали всплеск, сопровождающийся свистом и фосфорицирующим светом. Это необыкновенное явление видели капитан Аверн, командир Патны и мистер Мэннин, третий офицер. С октября 1897 года американские газеты начали публиковать репортажи о неопознанном воздушном предмете в лесной глушине Браски. Местный фермер и его семья видели необычный аппарат с тремя яркими огнями, висящий в воздухе над плантацией. 17 ноября неопознанный летающий объект внезапно быстро поднялся вверх и ушел в пространство над Сакраменто. Немногим ранее информация об НЛО появилась и в нашей стране. В военное министерство Российской империи стали поступать тревожные донесения от офицеров частей, расквартированных на территории царства польского. В них говорилось, что солдаты постоянно замечают в небе сигарообразные объекты неизвестного происхождения, которые с высоты наблюдают за расположениями военных, особенно в период проведения учений. Объекты ведут себя очень странно. То зависают, то начинают маневрировать и перемещаться с невообразимой скоростью, и при этом резко меняют направление движения. Более того, значит, военный министр русский в 1892 году собрал специальное совещание, где были собраны эксперты и были заслушаны доклады по природе этого явления. И был сделан вывод, что характеристики этих объектов, они не имеют никаких аналогов в современном состоянии воздушного слота, скажем так. То есть это технологически были недосягаемые пироиды, которые они там вытворяли. На министерское совещание был приглашен немецкий военный атташе и секретари посольства Германии в Санкт-Петербурге. Им предоставили донесения очевидцев необычных явлений в небе. Это было удивительно, так как документы носили гриф «совершенно секретно». А кайзеровская Германия не являлась союзником Российской империи. Почему российское военное ведомство пошло на такой беспрецедентный шаг? Потому что все вот эти наблюдения, они в массовом виде наблюдались, происходили, делались, фиксировались документально на западных границах, но на границах с Германией. То есть дело дошло до такого, все было очень сложно. То есть дело грозило даже какими-то международными осложнениями. То есть это свидетельство о том, что это не просто на ровном месте что-то происходило. Немцам не пришлось долго доказывать, что они не имеют никакого отношения к таинственным летающим объектам, наблюдавшим за расположениями российских войск на западной границе. Было совершенно очевидно, что на тот момент ни одно государство не обладало техническими возможностями создать летательный аппарат, способный перемещаться в воздухе со сверхвысокими скоростями и маневрировать, пренебрегая законами гравитации. Поэтому тему совещания закрыли, а все материалы расследования были сданы в архив военного ведомства. Правда, НЛО над российско-германской границей продолжали летать. Их активность в небе прекратилась только накануне Первой мировой войны. Позже исследователи обнаружат некую закономерность. Загадочные летательные аппараты наибольший интерес проявляют именно к секретным военным объектам, расположениям войск и испытаниям боевой техники. Так было на рубеже 19-го и 20-го веков, накануне и во время Второй мировой войны, и в период активного противостояния НАТО со странами Варшавского договора. Некоторые исследователи даже выдвинули целую теорию по этому поводу. Чаще всего на НЛО натыкаются военные, потому что НЛО старается контролировать вооружение землян. Не дай бог, чтобы она не перешла какую-то грань, которая может стать уже неуправляемой. Они умеют отключать ракеты, она взлетит, но и не взорвется, и плехнет как-нибудь в болото, и будет там лирять. Это все могут. Они контролируют цивилизацию, они не дадут погубить. Это как, скажем так, ангел-хранитель. Но больше они вмешиваются, не собираются. Новая волна НЛО захлестнула мир в середине 30-х годов. Тогда тысячи людей наблюдали в Северной Скандинавии большие серые аппараты, напоминавшие самолеты, но не имевшие никаких опознавательных знаков. Они стали предметом напряженных поисков и головной боли для военных властей Финляндии, Норвегии и Швеции. Эти машины значительно превосходили по размерам аэропланы того периода, а также поражали тем, что могли летать в любую погоду и в любое время суток. Необыкновенные явления происходили особенно часто во время рождественской недели 1933 года. Шведская газета Даггинснейтер рассказала об одном из событий. Таинственный летательный аппарат появился со стороны Батенсе приблизительно в 18 часов накануне Рождества. Пролетел над Калексом и продолжил полет в западном направлении. Лучи света из машины как будто исследовали территорию. От военных потребовали комментариев и тогда командующий шведскими ВВС выступил с официальным заявлением. Никаких предположений о призрачном лайнере я высказать не могу, но со всей ответственностью подтверждаю, что он существует. Детали этого дела не могут быть опубликованы. Вторую мировую войну историки иногда называют войной машин. Практически ни одно сражение не обходилось без боевой авиации. Иногда в небо на всех фронтах одновременно поднимались до тысячи самолетов. И неудивительно то, что встречи с НЛО вдруг стали происходить слишком часто. Некоторые всерьез озадаченные пилоты даже начали сомневаться. А сражались ли они с врагами только из этого мира? Мало кто знает об эпизоде, произошедшем 23 августа 1943 года. Это тот самый день, когда была окончательно разгромлена немецкая танковая армада на Курской дуге. В самый разгар боя над линией фронта появился неопознанный летающий объект, который на глазах у очевидцев уничтожил целую колонну немецких тигров. Как следует из отчета, составленного сотрудниками контрразведки, таинственный аппарат испустил луч по направлению к колонне фашистских танков и техника остановилась. Через некоторое время танки продолжили движение и загорелись. Со стороны советских войск в это время выстрелов не производилось. Кстати, в архивах СМЕРШа сохранился сделанный одним из очевидцев рисунок, на котором изображены артиллерийская батарея и зависшая в небе тарелка. Других свидетельств к сожалению нет. Да там мало информации на самом деле. Потому что и вот мы источники тоже смотрели. Ну да, одни говорят, что действительно висел некий объект, который наблюдал якобы за ведением боевых действий. Писали, что даже у немцев заглохли танки. Пытался найти, откуда эта информация. Мне просто как журналисту было интересно докопаться до истины. Пытались мы даже с ветеранами общаться, искали ветеранов. Ветераны про это ничего, к сожалению, не знают. После окончания Второй мировой войны свидетельства активности НЛО как-то неожиданно прекратились. Но затишье было недолгим. Начиная с 1947 года опять стали появляться очевидцы. И первым, кто буквально натолкнулся в небе на загадочные летательные аппараты, оказался тот самый пилот-любитель из Сиэтла Кеннет Арнольд. А в марте 1950 года журналисты сообщили о крушении инопланетного корабля, на борту которого находились маленькие существа гуманоидного вида, одетые в серебристые костюмы. Это произошло в штате Нью-Мексико. Военные тут же выехали на место предполагаемой аварии пришельцев. Они не обнаружили в районе никаких обломков крушения, но увидели выгоревший в виде круга участок земли, как будто там совершал посадку некий летательный аппарат. После более тщательного обследования местности эксперты все же натолкнулись на непонятные куски неизвестного происхождения. Их погрузили в пикап, а фермера, на чьем раньше это все случилось, заточили под домашний арест на целую неделю. Прессе приказали молчать. Позже стали поступать уже откровенно зловещие сообщения. Например, из американского штата Нью-Гэмпшир. 19 августа 1961 года супруги Бетти и Барни Хилл возвращались вечером на машине к себе домой в город Портсмонд. Неожиданно они увидели в небе яркое свечение. И над автомобилем завис огромный дисковидный объект. Супругов охватил ужас, но тарелка вскоре исчезла. Бетти и Барни казалось, что происшествие заняло несколько минут. Однако домой они прибыли с двухчасовым опозданием. Но главное началось после. Бетти и Барни во сне постоянно мучили кошмары, в которых их похищали инопланетяне. Врач-психиатр провел отдельно с каждым из супругов сеанс гипноза и извлек из их памяти воспоминания той ночи. Они совпали в мельчайших деталях. Как оказалось, гуманоиды действительно были. У исследователей неопознанных летающих объектов, которые себя именуют уфологами, есть целая классификация контактов с внеземными гостями. Первый уровень это визуальные наблюдения. То есть объект в поле зрения, но он не взаимодействует с окружающей средой и с самим наблюдателем. Просто перемещается в воздухе. Второй уровень контактов это когда объект каким-то образом пытается воздействовать на окружающую среду. Глушит автомобильные моторы, замыкает линии электропередачи, создает помехи радиоволнам. И наконец третий уровень, который уфологи считают самым непредсказуемым по своим последствиям. Третий уровень контактов это когда объект уже контактирует с наблюдателем. То есть если грубо говоря выходит например в кавычках пришелец или зеленый чайчик или обитатель и начинает каким-то образом контактить с наблюдающим. Когда наблюдаемого похищают, куда-нибудь затаскивают в недра и что-нибудь с ним делают нехорошее. Именно такой род контакта судя по материалам расследования американских спецслужб и произошел с супругами Хилл и Спортсмута. По воспоминаниям Бетти и Барни инопланетяне существа с серой кожей и ростом не более полутора метров завели их в свою летающую тарелку. Там людей раздели и взяли у них различные виды анализов. На прощание гуманоиды сообщили супругам Хилл что их встреча повторится и избежать ее невозможно. Пришельцы всегда находят тех кто им нужен. Интересный факт. Первые свидетельства о том что гуманоиды проявляют недружелюбное и даже порой враждебное отношение к людям были зафиксированы в Северной Америке. Некоторые исследователи считают что противостояние внеземного разума с нашей цивилизацией было спровоцировано летчиками противовоздушной обороны США. Это была атака на два неизвестных летающих объекта. Несмотря на то что сам инцидент и его последствия строго засекретили в прессу все же просочились некоторые подробности. НЛО потерпели крушение а на месте катастрофы были найдены тела двух гуманоидов. Спецслужбы собрали все обломки летательных аппаратов и останки биологического материала и отправили на военную базу на юге штата Невада известную под названием зона 51. Там было сформировано специальное подразделение по исследованию НЛО которое рассматривало проявление интереса внеземного разума к нашей планете не иначе как агрессию. Я думаю что история этой вражды еще не написана официальные власти боятся просто паники которая может охватить всю нашу планету если она вдруг поймет что следующая война уже в сущности идет и она идет как иногда даже пишут действительно по сценариям Герберта Уэллса это война миров и что здесь мы конечно сталкиваемся с представителями более высокоразвитой и в техническом и во всех иных отношениях цивилизаций который по всей видимости легко нас может я уж там не знаю поработить подавить короче говоря можно даже сказать колонизовать нашу планету. В последние десятилетия возросшая активность НЛО стала отмечаться и в нашей стране. В августе 1993 года в районе Медведицкой гряды которая расположена на северо-востоке Волгоградской области бесследно исчез турист из Красноярского края Николай Харитонов В январе 2004 года на том же самом месте пропал турист из Башкирии В первом и втором случаи пропавших искали несколько групп Очевидцы утверждали что прибывшие на место поиска люди начинали себя очень странно вести находясь как бы в заторможенном состоянии они не хотели возвращаться назад а впоследствии не могли объяснить с какой целью вообще оказались там Медведицкая гряда уже много лет словет местом которое как бы притягивает к себе неопознанные летающие аппараты исследователи побывавшие здесь утверждают что не раз были свидетелями странных объектов сферических или треугольных форм а местные жители уже давно привыкли к таинственным аппаратам и появление НЛО их не удивляет многие видели как инопланетные корабли совершали посадку а некоторые из них убеждены что встречались и с самими пришельцами просто зная от своих коллег по ситуации с Медведицкой грядой там действительно судя по всему очень крупная аномальная зона в том числе геомагнитная и возможно именно вот эти геомагнитные аномалии они порождают во многом вот это пиршество духа шаровых молний и прочих непонятных объектов летающих в общей сложности в районе Медведицкой гряды исследователями обнаружено 23 места посадки НЛО на грунте четко отпечатались углубления от посадочных опор имеющих треугольную форму а также один восьмиугольный след сами объекты попадались в поле зрения ученых 15 раз три из них находились настолько близко что наблюдателям удалось рассмотреть все детали пролетающих аппаратов более того российские уфологи отметили один интересный факт в местах так называемой посадки неопознанных объектов портативные дозиметры фиксируют повышение уровня радиации и именно там чаще всего рождаются шаровые молнии которые также являются одной из особенностей здешних мест но молнии ли это многие специалисты склонны считать что огненные шары постоянно курсирующие над медведевской грядой это разновидность НЛО очень часто наблюдая вот такие вот непонятные объекты либо НЛО либо летающие тарелки частые наблюдатели и военные специалисты и летчики и специалисты которые занимаются изучением подобных явлений отмечают что объект часто окружает себя каким-то облаком наподобие плазмы который или помогает быстрее двигаться или определенный физический эффект создавать поэтому может быть действительно не всегда шаровая молния это шаровая молния возможно действительно какой-то зонд окруженный определенным полем можно в это верить или не верить традиционных научных доказательств существования пришельцев из иных миров нет а к каждому сомневающемуся не подведешь инопланетянина для личного знакомства мы подсознательно ждем пришельцев внешне напоминающих нас а ведь это вполне могут оказаться представители микромира недавно ученые обнаружили в человеческом организме так называемые нанобактерии крошечные шарики в которых даже не помещается днк нанобактерии удивительно живучие они не уничтожаются ни антибиотиками ни патогенами ни даже гамма-излучением и точно такие же шарики исследователи НАСА обнаружили в осколке марсианского метеорита упавшего в Антарктиде возможно мы имеем дело с неизвестной формой жизни внеземного происхождения некоторые утверждают не человек а именно эти шарики из космоса стали господствующей формой жизни на земле именно они образуют облака выпадают вместе с дождем они несут болезни в том числе рак и спид вызывают старение организма ведь известно что бактерии обладают коллективным разумом который регулирует их поведение каковы цели этих пришельцев мы не знаем однако можем предположить что они уже среди нас антарктида шестой по счету континент нашей планеты самое холодное и самое суровое место на земле с момента когда русские мореплаватели Фаддей Белинцгаузен и Михаил Лазарев открыли этот материк прошло уже почти 200 лет но загадки которые таит под собой ледяной покров Антарктиды не раскрыты до сих пор кто-то считает что в материковой массе льда спрятана иная жизнь другие уверены что там хранятся ответы на вопросы о происхождении земли возможно что каждый из пытливых исследователей Антарктиды по своему прав иначе никак не объяснить череду таинственных событий отчасти документально зафиксированных которые происходили здесь в середине 20-го столетия и эти события до сих пор считаются главным секретом шестого континента нашей планеты в 1959 году советская экспедиция основавшая в Антарктиде полярную станцию Мирный отправила группу из восьми исследователей вглубь континента чтобы достичь южного магнитного полюса вернулись лишь трое по официальной версии причиной трагедии были жестокая буря сильнейшие морозы и отказ двигателя у вездехода в 1962 году к южному магнитному полюсу отправились полярники из США американцы учли печальный опыт советских коллег поэтому в экспедицию снарядили 17 человек уже на трех вездеходах и с постоянной поддержкой радиосвязи в этой экспедиции никто не погиб но вернулись люди на одном вездеходе все они находились на грани помешательства исследователи не смогли ничего внятно объяснить и их немедленно эвакуировали на родину уже намного позже советский полярник Юрий Коршунов в беседе с репортером попытался рассказать что произошло с экспедицией станции Мерли Коршунов был один из тех кто уцелел в походе к магнитному полюсу по словам полярника группа была атакована светящимися летающими объектами напоминающими диски попытка снять аномальное явление закончилась плачевно фотографы камера были уничтожены лучом посланным с летающего объекта также погибли и те кто стал отражать атаку с воздуха из охотничьих ружей репортер этот рассказ опубликовать так и не сумел Коршунов тем временем умер и лишь недавно откровения советского полярника стали известны американцам те сразу связали эту историю с еще одной антарктической экспедицией отправленной с военно-морской базы Норфолк в 1946 году это была очень странная экспедиция она полностью финансировалась Пентагоном и даже имела военное название прыжок в высоту командовал походом знаменитый полярник адмирал Ричард Бёрд в подчинении адмирала Бёрда мощная военно-морская группировка авианосец 12 надводных кораблей подводная лодка более двух десятков самолетов и вертолетов около 5000 человек персонала согласитесь необычный состав для научной экспедиции действительно в составе экспедиции было только 25 ученых остальные военные среди них почти 4000 морских пехотинцев перед выходом в море адмирал Бёрд на пресс-конференции заявил моя экспедиция имеет военный характер и хотя о подробностях он не обмолвился некоторые журналисты высказали предположение что миссия Бёрда это поиск ликвидация сверхсекретной нацистской базы находящейся где-то в самых южных широта это было время когда в странах антигитлеровской коалиции живо обсуждали таинственное исчезновение высших партийных функционеров третьего рейха после капитуляции немецкой армии а также пропажу золотого запаса и высокотехнологичных разработок нацистской германии высказывались разные версии вплоть до того что нацисты могли спрятаться где-то в антарктиде где заранее построили тайное убежище в конце января 1947 года американская экспедиция подошла к антарктиде и начала проводить авиационную разведку материка в районе земли королевы мор за первые недели было сделано несколько сотен аэрофотоснимка и вдруг происходит нечто загадочное экспедиция рассчитанная на полгода едва достигнув ледяного континента спешно сворачивается и в панике покидает берега антарктиды в пентагон поступают неутешительные радиодонесения потерян эсминец почти половина палубной авиации десятки матросов и офицеров членом чрезвычайной следственной комиссии конгресса США адмирал Берт заявил буквально следующее в случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скорости кто поверг бегство американскую скадру за полтора года до этого события в аргентинском порту Март-дель-Плата сдались властям две немецкие субмарины из состава так называемого конвоя фюрера задачи этого сверхсекретного соединения до сих пор остаются в глубокой тайне экипажи подлодок допрашивали с пристрастием но добиться показаний удалось только у командира субмарины с бортовым номером У-530 за три недели до конца войны подводная лодка У-530 вышла из Киля и взяла курс на Антарктиду на борту подводной лодки находились пассажиры лица которых были закрыты с повязками а также реликвии третьего рейха командир другой лодки У-977 Хайнд Шефер на допросе рассказал что немного позднее повторил маршрут субмарины с бортовым номером 530 дознавателям также удалось выяснить что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду но почему именно туда уже давно существует версия что некогда на земле был единый суперконтинент Гондвана он существовал около 500 миллионов лет назад и объединял практически всю сушу расположенную в южном полушарии куда делся этот суперконтинент разделился на несколько материков в результате например геологического разрыва и стремительного сдвига тектонических плит Антарктида один из таких материков и вполне вероятно может быть даже частью Атлантиды эта идея подсказана была Платон по его расчетам размеры пропавшей цивилизации подходят под параметры Антарктиды к тому же два века назад была найдена карта турецкого адмирала Мохиддина Перебея составленная в 1513 году где Антарктида изображена без ледяного покрова Перебей свидетельствовал что при составлении карты пользовался исключительно древнегреческими источниками за идею что секреты цивилизации Атлантов могут быть сокрыты под ледяной шапкой шестого континента ухватился Адольф Гитлер нацисты как известно активно занимались поисками древних знаний и высоких технологий предков руководство Третьего рейха понимало что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся отсюда многочисленные экспедиции тайного общества аненербы на Тибет в Латинскую Америку и наконец в Антарктиду искать тайные знания искать знания по истории цивилизации по истокам цивилизации как германской индо-германской так и вообще любой цивилизации мировой Аненербе начало сразу еще до войны в Германии стало через какое-то время ясно что по количественному численности вооружений и методов ведения войны на основе массовых армий Германия не может соревноваться с тем же Советским Союзом поэтому в ход пошла концепция так называемого качественного превосходства искать тайные знания на ледяном континенте Гитлер отправил несколько групп чтобы соблюсти полнейшую тайну миссии исследователи использовали исключительно подводный флот но уже по итогам одной из первых экспедиций командующий Криксмарины адмирал Карл Денец заявил мои подводники обнаружили настоящий земной рай в 1943 году в разгар войны с Россией гроссадмирал Денец произносит еще одну не менее загадочную фразу подводный флот Германии может гордиться что на другом конце света он создал неприступную крепость для фюрера не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера температура воды в них плюс 18 градусов над поверхностью находятся куполообразные своды заполненные теплым воздухом есть предположение что из этих озер постоянно подогреваемых снизу в океан вытекают настоящие реки теплой воды за тысячи лет они могли создать подо льдом огромные тоннели со стороны океана поднарнув под прибрежными льдами туда может спокойно зайти любая подводная лодка похоже это и имел ввиду адмирал Денец когда говорил о неприступной крепости для фюрера на другом конце света судя по обнаруженным документам нацисты на самом деле планировали создать в Антарктиде сверхсекретный полигон он получил кодовое название база 211 или новая швабия и якобы уже с начала 1939 года к берегам ледяного континента потянулись специальные суда груженные горнопроходческим оборудованием железнодорожной и строительной техникой туда же стали прибывать ученые инженеры высоко квалифицированные рабочие зачем нацистам нужна была такая база есть разные гипотезы возможно что немцы планировали держать под военным контролем южные моря кто-то считает что в недрах Антарктиды искали оружейный уран есть еще интересное мнение там строилось убежище для элиты третьего рейха на случай полного поражения в грядущей мировой войне при этом приверженцы последней версии утверждают что якобы уже в начале 40-х годов началась переброска будущих жителей антарктической новой шваби не только ученых и специалистов но и партийных функционеров с государственными управленцами высокого ранга и что туда отправили некие секретные производства кстати сразу после капитуляции Германии американцы которые активно вербовали немецких ученых для работы в соединенных штатах были озадачены тем что тысячи высококвалифицированных специалистов третьего рейха бесследно исчезли недосчитались и около сотни подводных лодок военно-морских сил Германии в списках военных потерь ни люди ни лодки не значились возможно американская разведка действительно располагала какими-то сведениями о том что часть какого-то наследия технического потенциала ученые действительно была вывезена из Германии и естественно что антарктические полярные зоны оказывались вполне естественно в поле зрения их внимания все это не могло не встревожить Белый дом к тому же ведомство Алина Далеса получила весьма интересные сведения от немецких подводников плененных в Аргентине версия существования некой секретной базы нацистов в Антарктиде находила все больше подтверждений и эту базу необходимо было найти и по ходу оперативной обстановки уничтожить именно поэтому в конце 1946 года к берегам шестого континента отправилась так называемая научная а на самом деле военная экспедиция размером с эскадру под командованием Ричарда Бёрда но не тут-то было едва дойдя до земли королевы Муд экспедиция была атакована но кем летчики рассказывали о выпрыгивающих из воды и атаковавших их летающих дисках испепеляющих все живое лучах странных явлениях массового психического расстройства людей не правда ли в описании события есть что-то общее с рассказом полярника Юрия Коршунова только советские исследователи были атакованы на суше а экспедиция Бёрда на море они выскакивали из-под воды как угорелые и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью что потоками возмущенного воздуха рвало радио весь кошмар продолжался около 20 минут когда летающие тарелки снова нырнули под воду мы стали подсчитывать потери они были ужасающими это воспоминания участника экспедиции опытного военного летчика Джона Сайрсона так что же это было и кому эти летающие диски могли принадлежать послевоенные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии и чертежи тщательно изучив эти документы специалисты пришли к выводу что немецкие ученые занимались разработкой очень странных внешне летательных аппаратов название летающая тарелка появилось в лексиконе позже а тогда их называли дисками специалисты были поражены ничего подобного в мире тогда не было как удалось нацистским инженерам совершить такой технологический рывок о разработках третьего рейха в области летающих тарелок сегодня известно немало однако вопросов с годами не становится меньше насколько немцы преуспели в этом согласно некоторым данным в 1936 году в районе города Фрайбурга потерпел катастрофу неопознанный летающий объект неземного происхождения его обнаружили и возможно немецкие ученые при поддержке СС сумели отремонтировать и даже испытать его энергетическую систему и двигательную установку однако попытки скопировать устройство и воспроизвести технологию полета в земных условиях окончились неудачей немногим ранее известный изобретатель Виктор Шаубергер строит свою тарелку и называет ее летательным аппаратом потустороннего мира аппарат имеет три параллельно расположенных диска при работе нижний и верхний диск вращаются в противоположном направлении создавая очень сильное поле и эффект антигравитации если верить свидетельствам эта конструкция не только парила в воздухе но и изменяла вокруг себя структуру времени есть мнение что именно этот технологический аппарат стал прообразом будущих летающих дисков проектом заинтересовались в военном ведомстве и позже данная разработка и другие похожие взяли под свой контроль СС и общество ананармы в этой связи я думаю что две основные идеи доминировали сознание высшего руководства нацистской германии первая это идея создания сверхчеловека второй очень важный аспект это овладение магическими техномагическими энергиями сюда следует отнести не только ядерную возможность овладения ядерной энергией но безусловно и аппаратами дискообразными летающими аппаратами то есть создание принципиально новой виды летательной техники еще до войны с тибетской экспедиции Ананербе в Германию были доставлены сотни старинных пергаментов на санскрите древнекитайском других восточных языках манускрипты подвергли самому тщательному изучению Вернер фон Браун создатель первых крылатых и баллистических ракет Фау уже после войны обмолвился мы многое почерпнули для себя в этих бумагах расшифровки древних манускриптов найденных экспедициями Ананербе видимо дали свои плоды в 1939 году конструктор самолета Фокке Вульф профессор Генрих Фокке запатентовал самолет с вертикальным взлетом и турбинным двигателем имевшим форму блюдца В том же году немецкий изобретатель бывший фермер Артур Зак начал разработку самолета с крыльями дискообразной формы Этот аппарат названный АС-6 создавался в Лейпциге на заводе Миттельдойче Моторверке Испытания начались в 1944 году на авиабазе Брандис Летчик смог лишь оторвать АС-6 от земли после чего правая стойка шасси не выдержала нагрузок от реактивного момента воздушного винта Вскоре военные отказались от разработки В конце 1942 в воздух поднимается боевой летающий диск с названием Охотник-1 диаметром почти 12 метров утверждает что до конца войны было изготовлено 17 таких аппаратов но относиться к подобным заявлениям надо крайне осторожно я думаю что в серии ничего не было были единичные экземпляры единичные экземпляры по некоторым отрывочным данным какому-то одному из них не знаю какому было присвоено значит индекс был присвоен ФАУ-7 такие аппараты по-видимому по-видимому немцы хотели использовать как наблюдательные средства потому что шар ведь они тоже шары использовались надували там водородом или гелием ну шар большой имеет размер его легко значит сбить вот а вот такой диск когда вы на него смотрите со стороны вы его практически не видите и вот генералы которые участвовали в Курской битве двое знаю героев Советского Союза один летчик другой танкист они рассказывали что что-то такое видели какой-то диск висел во время Курского сражения значит и что такое они конечно никто не знали немцы значит или это наши они тоже не знали ну вот по-видимому а у нас таких вещей не было сделано это я точно знаю потому что нашу историю авиации хорошо знаю вот по-видимому какой-то вот из этих трех аппаратов согласно данным разведок стран антигитлеровской коалиции к концу войны у немцев имелось девять научных предприятий на которых испытывали проекты летающих дисков при этом специалисты полагают что в период краха рейха могло быть перевезено в Антарктиду как минимум одно предприятие по разработке подобных аппаратов известный исследователь антарктических тайн третьего рейха дэвид чайдерс утверждает что так оно и было он называет дату 1942 год когда с помощью подводных лодок на южный полюс были переброшены тысячи специалистов и рабочих а также летчики то есть если дальше развивать логическую цепочку то нацистская антарктическая база новая шваби это не фантазия и там все-таки было развернуто производство боевых летающих тарелок и именно эти тарелки вылетая из-под воды атаковали американскую экспедицию в 1947 году действительно ли такое могло быть если говорить об вылетах из воды которые были зафиксированы еще в 40-х годах и зафиксируются сейчас но на многом при полетах неопознанных летательных объектов из морей и океанов озер и так далее те модели которые были созданы немцами они могли работать только в воздушной среде или же по крайней мере полеты на твердой или же водяной поверхности так же как вот сейчас на воздушной подушке летает как и летают и кронолеты и связано это с тем что могли и в воздушной среде поднимались не на большие высоты связано это с тем что все они были так называемые вентиляторного типа все двигатели были вентилятором либо максимум газодинамического привода для продольного движения если это так то что же это за неведомые аппараты вылетали из-под воды и наносили огневые удары по кораблям адмирала Берда не исключено что немецкие переселенцы обосновавшиеся в Новой Швабии совершили невероятный научный прорыв и смогли создать более совершенные аппараты способные вести активные боевые действия в любой среде и ресурсы для этого прорыва были подчерпнуты непосредственно в недрах шестого континента ведь недаром Платон высказывал предположение что Антарктида это сокрытая толщи льда цивилизации Атланта и эта цивилизация может быть хранилищем очень многих секретов Некоторые ученые полагают что немецкая база в Антарктиде сохранилась до сих пор более того говорят о существовании там целого подземного города с названием Новый Берлин и с населением 2 миллиона человек основным занятием его жителей будто бы являются генная инженерия и космические исследования косвенным подтверждением существования базы называют неоднократные наблюдения НЛО в районе Южного полюса Свидетели чаще всего говорят о зависших в воздухе тарелках и сигарах Возможно что именно этими объектами были атакованы советские и американские полярники которые пытались достичь Южного магнитного полюса в конце 50-х и начале 60-х годов Можно предположить что исследователи слишком близко подобрались к тому месту где находится подземный город и обитатели базы включили свои главные оборонительные ресурсы чтобы остановить непрошенных гостей Кстати в 1976 году японцы с помощью новейшей аппаратуры засекли одновременно 19 круглых объектов которые спикировали из космоса на Антарктиду и пропали с экрана Кроме того ученые обнаружили на земной орбите несколько искусственных спутников неизвестно кому принадлежащих Шестой континент продолжает хранить свои тайны К ним добавляются все новые вопросы и с годами их не становится меньше но надежда не угасает что возможно когда-нибудь эти тайны будут разгаданы Дорогие друзья впереди вас ждет самое интересное мы подойдем к финалу этого фильма и получим шокирующие предположения и ответы на все загадки смотрите на нашем канале видео о пришельцах и реальной съемке НЛО тайны древних цивилизаций и невероятные открытия археологов аномальные зоны и аномальные явления интересные факты истории и шокирующие разоблачения устраивайтесь поудобнее перед экранами подписывайтесь на канал и продолжайте просмотр это событие произошло 20 июля 1969 года в 8 часов вечера по Гринвичу посадочный модуль американского космического корабля Аполлон-11 коснулся поверхности Луны еще через 6 часов откидная дверь открылась и по титановому трапу на грунт спустился человек это был Нил Армстронг командир корабля 15 минут спустя к нему присоединился пилот Эдвин Олдрин астронавты установили флаг США а затем начали собирать грудь все это время Армстронг и Олдрин держали прямую связь с Землей и комментировали свои действия вдруг командир корабля с дрожью в голосе сообщил что за ними кто-то наблюдает на Земле попросили подробностей но тут связь прервалась загадочные объекты ушли за горизонт на обратную сторону Луны то есть туда откуда они и появились по возвращении на Землю экипажа Аполлона этот инцидент был засекречен но не предан забвению когда мы смотрим на Луну то всегда видим один и тот же образ это происходит в результате того что гравитационные силы Земли замедляют вращение своего спутника поэтому к нам он всегда повернут только одной стороной что находится на другой обратной и невидимой с нашей планеты всегда было одной из самых таинственных загадок а после первых попыток заглянуть за лунный горизонт все вдруг стало самым большим секретом что же на самом деле может скрывать от нас это неведомое полушарие версия немало первая версия темная сторона Луны обитаем и живет там в особых поселениях покинувшая когда-то нашу планету древняя цивилизация согласно второй гипотезе там кладбище космических кораблей пришельцев третья легенда гласит что на темной стороне расположена военная база инопланетян где идет подготовка к вторжению на землю естественно о невидимой стороне Луны большая часть легенд возникла буквально на нашей памяти то есть начиная 60-х годов первых попыток запустить беспилотники к обратной стороне Луны они как-то мало задумывались ну потому что это как мало задумывается человек о локте который не может укусить и вот только когда поставлена задача только тогда люди и стали спорить о том что там происходит некоторые историки отставные офицеры секретной службы США утверждают что помимо традиционных атрибутов власти каждый американский президент впервые вступающий на свой пост получает для ознакомления специальный и пожалуй самый секретный в Америке документ в администрации Белого дома этот документ именуется книгой тайм первая глава в этой книге раскрывает подробности о катастрофе неопознанного летающего объекта на военной базе Розуэл в Нью-Мексико в 1947 году и о подобранных там мертвых инопланетянах в той же главе представлена информация о сверхсекретном военном объекте под кодовым названием зона 51 где хранятся тела этих космических существ сразу по прочтении книги тайн президенты торопятся посетить таинственную базу неужели все так этот неожиданный вопрос прозвучал на первой пресс-конференции 44 президента США Барака Обамы в январе 2009 года его задал известный американский радиожурналист Майкл Смерконеж президент ответил черной шуткой я бы рассказал что написано в книге тайн но тогда мне придется вас убить так что же на самом деле содержится в этом сверхсекретном документе и какое отношение имеет луна к загадке розуэллского инцидента вопрос над которым уже полвека бьются исследователи астронавты Армстронг и Олдрин кроме лунного грунта предъявили общественности лишь массу недомолвок но видимо у них была причина молчать и прежде всего молчать о том какова была истинная цель их высадки на поверхность спутника земли остается только предполагать что главный интерес вызывала именно обратная сторона луны самое реалистичное предположение для чего можно искать на обратной стороне луны заключается в вполне логичном представлении о том что именно на этом месте может располагаться причем абсолютно безнаказанная абсолютно без какого либо риска любая база или город или место базирования все что угодно не имеющее отношения к нашей цивилизации с тех пор как человек появился на земле луна представляла для него самую сокровенную загадку в древности люди считали спутник нашей планеты богиней покровительницы ночи и поклонялись ей с того времени человек узнал очень много о подлинной природе этого небесного тела диаметр луны около 3500 километров то есть меньше протяженности соединенных штатов от побережья до побережья вращается она вокруг земли по эллиптической орбите в сочетании с другими движениями на которые влияют как притяжение нашей планеты так и притяжение солнца в зависимости от того насколько близко луна в своем перемещении по орбите подходит к нам или насколько далеко удаляется меняется уровень прибрежных вод морей и океанов так называемые приливы и отливы это уже после изобретения конечно телескопа когда уже худо-бедно там стали рассматривать объекты открыли что на луне есть горы долины и вот стали говорить что распускать такие легенды о том что именно на той стороне луны существуют какие-то существа похожие на людей ну и соответственно фантазия людей 18-го 17-го века наделяла этих существ всевозможными сказочными свойствами на самом деле мнение что наш спутник обитаем было широко распространено еще в глубокой древности предполагалось что селениты то есть жители луны ведут точно такой же образ жизни как и земляне а пифагорейцы утверждали лунные растения гораздо красивее а животные там в 15 раз крупнее наших древнегреческий философ Плутарх писал как бы то ни было но на луне могут жить какие-нибудь существа на Руси тоже считали луну обитаемой причем по мнению древних русичей селениты это никто иный как сами земляне когда-то существовала легендарная цивилизация на русском севере и называлась она гиперборея гиперборейцы обладали уникальными технологиями позволявшими им перемещаться по воздуху и когда произошла страшная природная катастрофа глобального масштаба а по другой версии простые жители гипербореи погрязли в грехах и разврате то некие всемогущие покровители цивилизации воспользовались этими чудесными летательными аппаратами и покинули землю оставив паству на суд разгневанной природы куда эти покровители могли направиться первое что приходит на ум на луну как на самый близкий от нашей планеты космический объект там они и обосновались ну прежде всего это у каждого народа свои были легенды и предания но было что-то исходное то есть были предания что уставшие боги причем это зародилось одновременно и у эллинов потом у римлян у китайцев что уставшие боги надоели им люди и они ушли именно скрылись на луне была и такая версия разновидность греческих и римских мифов что именно там обитают боги интересно что с появлением телескопа подобные легенды продолжали жить и авторами их зачастую были вполне серьезные ученые-мужи в 1645 году чешский астроном Антамин Рейта впервые применив оптику для наблюдения за спутником Земли сообщил что он якобы все-таки разглядел на луне и животных и людей и растения и только величайший астроном средневековой эпохи Пьер Гассенди уверял своих коллег что на луне нет условий для жизни подобной земной но зато там наверняка обитает никто иной как сам дьявол ну доказывали вот почему там волк воет на луну почему так животные в полнолуние ведут себя почему ведьмы активизируют свою деятельность именно в полнолуние потому что луна это был представление средневекового человека это некое вот страшное такое исчадие греха скопище каких-то черных темных сил который воздействует на человека еще один любопытный факт в 1840 году директор национального музея в Стамбуле Халил Эдхем разбирал библиотеку византийских императоров в старом дворце султанов и обнаружил там древний атлас сделанный на коже газели и свернутый в трубку неизвестный картограф изобразил на пергаменте западное побережье Африки южный край американского континента и северный берег Антарктиды автора карты достаточно быстро определили это был никто иной как знаменитый адмирал военного флота атаманской империи и член географического общества султаната Пирирейс живший в первой половине 16-го столетия но географические очертания континентов изображенные на атласе были явно из совсем другой эпохи рисовали Антарктиду такой какой она была до покрытия ее льдом не только Антарктиду но и великолепной точностью отразили восточное побережье Южной Америки то есть намного лучше чем это сделал Магеллан столетиям спустя не так давно исследователи пришли к выводу что уникальный атлас был просто срисован Пирирейсом с некоторых совсем древних исходных изображений южного полушария Земли время их появления неизвестно но точно задолго до Рождества Христова при этом как выяснилось позже нанести с такой точностью все береговые линии можно было только с большого расстояния от Земли например с ближайшей опорной орбиты нашей планеты неужели карту рисовали из космоса чтобы проверить это предположение исследователи создали трехмерный интерактивный глобус и начали его вращать на экране компьютерного монитора и вдруг ученые обращают внимание в определенном ракурсе очертания части южного полушария Земли в точности совпадают с картой Пирирейса дальнейшие вычисления шокировали исследователи так скопировать на бумагу берега Африки Америки и Антарктиды можно только с поверхности Луны но кто и каким образом был способен это сделать неизвестно так же непонятно как эти если так можно выразиться карты Африки Америки и Антарктиды из космоса были доставлены на Землю в начале 70-х годов появилась еще одна сенсационная версия Луна имеет искусственное происхождение это очень древний космический корабль специально помещенный на околоземную орбиту высокоразвитой звездной цивилизации под лунной корой защитной оболочкой толщиной в десятки километров якобы укрыта гигантская обитаемая полость глубиной около 50 километров где имеются атмосфера и различные технические устройства уже миллионы лет этот корабль рядом с Землей находится что там проводятся различные исследования ну понятно это одна версия другая версия что все-таки Луна это природный объект но просто его использовали инопланетяне устроив там свою базу чтобы им не мешали люди вернемся к тому драматическому эпизоду в июле 1969 когда астронавты Армстратранк и Олдрин собирали вокруг своего космического корабля лунный грунт и вдруг увидели нечто Кристофер Крафт в прошлом директор НАСА после того как оставил свой пост передал группе исследователей весьма любопытную магнитную пленку это была аудиозапись сеанса связи с астронавтами сделанная в Хьюстонском центре управления полетами именно во время лунной миссии Аполлона-11 вот содержание одного фрагмента переговоров после расшифровки и перевода на русский язык астронавт Армстронг почти в панике сообщает Луны это гигантские штуковины нет 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 это не оптическая иллюзия в этом не может быть сомнения центр в Хьюстоне что черт возьми у вас там происходит астронавт они здесь под поверхностью центр в Хьюстоне кто это они астронавт я говорю что здесь другие космические корабли цилиндрической формы они стоят ровной линией по другую сторону кратера центр в Хьюстоне можете ли вы заснять что-нибудь астронавт у нас больше нет пленки под рукой центр в Хьюстоне восстановите контроль они перед вами астронавт они приземлились здесь они здесь и они наблюдают за нами далее пошли шумы что свидетельствуют о потере сигнала и прекращении связи можно считать эту пленку фальсификацией но эксперты провели тщательную проверку записи и вынесли вердент все голоса точно соответствуют указанным в расшифровке людям из всего этого сеанса связи сразу можно выделить фразу о космических кораблях цилиндрической формы это было самое необычное сообщение которое повергло в шок специалистов центра управления полетами эта фраза естественно убедительно говорит о том что люди приземлились едва ли не на чужом космодроме где кишит жизнь я не только допускаю я убежден что безусловно очень много непонятного очень много аномального бросалось в глаза и американцам и операторам наших луноходов естественно что инцидент произошедший с Армстронгом и Олдрином на Луне был засекречен в то же время к спутнику Земли стали готовить новые экспедиции было официально объявлено что на Луну отправится Аполлоны с порядковыми номерами 18 19 20 причем космические корабли с огромными ракетами-носителями Сатурн для них были уже готовы экипажи укомплектованы и новые места посадок на Луне выбраны и вдруг вся американская лунная программа в которую правительство США вложило 25 миллиардов долларов внезапно остановилась без каких-либо убедительных объяснений подготовленные для этого пять огромных ракет-носителей были демонтированы также внезапно прекратились и советские исследовательские проекты однако в прессу стала просачиваться невероятная информация некий американский военный летчик Уильям Ротлидж в 1990 году переехавший в Руанду заявил что никакой остановки лунного проекта не было полеты продолжились и корабли под номерами 18 19 и 20 все-таки осуществляли посадку на Луну но эти экспедиции строго засекретили более того Ротлидж утверждал что сам он был астронавтом на борту 20-го Аполлона по рассказу этого засекреченного астронавта на Луне нашли космический корабль внеземного происхождения изготовленной полтора миллиарда лет тому назад объект потряс людей своими гигантскими размерами почти 5 километров в длину корабль имел сигарообразную форму возле него были обнаружены странные полуразрушенные конструкции которые космонавты назвали городом в самом инопланетном аппарате члены Аполлона 20 обнаружили следы неизвестных органических растений а также тела двух гуманоидных существ причем одно из них женского пола на лице и руках женщины были странные устройства напоминающие портативные приборы навигации любопытно что после сотен миллионов лет тела пришельцев хорошо сохранились словно их подвергли бальзамированию образцы ткани и конструкции корабля были отправлены на землю бывший работник НАСА Кэн Джонстон работавший в лунной программе Аполлон в результате исследований также подтвердил на Луне есть города НАСА знает что астронавты обнаружили эти древние поселения а также неизвестные машины с передовыми технологиями которые способны управлять гравитацией но космическое агентство приказало закрыть информацию и он был вынужден долгое время молчать но почему вдруг более чем сенсационное открытие сделанное астронавтами на Луне попали под гриф секретно и не просто а совершенно секретно если действительно происходили какие-то встречи с какими-то хотя бы объектами безусловно человечество надо подготовить к этому и подготовить не просто это не пропагандистская машина которая за один день за год заработает тут действительно нужны десятилетия чтобы понять как это преподнести человечеству и подготовка человечества к тому что на Луне есть что-то необычное уже идет вот что сообщила официальная пресса 21 марта 1996 года на брифинге в национальном пресс-клубе Вашингтона ученые и инженеры наса участвовавшие в программах изучения Луны и Марса сообщили о результатах обработки полученной информации было объявлено о существовании искусственных структур и объектов техногенного характера на Луне так в районе кратера Тихо обнаружено специфическое городское строение накрытое прозрачным куполом купол выполнен из материала похожего на стеклопластик или хрусталь и имеет странную особенность он сияет изнутри голубым светом кроме этого исследователи подняли архив и нашли старые публикации об изучении естественного спутника Земли например такую в 1967 году американские спутники сделали фотографии Луны в районе кратера Укерта находящегося в центральном заливе Синус-Медиа фотообъектив запечатлел гигантский высотой 11 километров холм с несколькими башнями поднимающимися над поверхностью Луны можно предположить что башни сделаны из горного хрусталя или породы кварцевого состава эта порода распространена на Луне так же широко как и на Земле на Луне наверняка кто-то живет то есть там есть базы которые которые нам известны которые может быть находятся в каком-то в зависимости от нас или хотя бы наблюдаются нами вот недаром же недаром же сотрудники НАСА вот недавно еще раз сообщили что скорее Луна повернется к нам обратной стороной чем мы расскажем вам хоть какую-то новую информацию про про Луну не дождетесь типа и еще после закрытия лунной программы долго молчавший Вернер фон Браун конструктор немецких а впоследствии и американских ракет заявил на Луне есть силы которые гораздо мощнее чем мы можем предположить я не имею права говорить о подробностях скажу лишь что математику не обмануть фон Браун имел ввиду силы изменившие траекторию одной из его лунных ракет может от того предупреждения Барака Обамы то тогда мне придется вас убить звучит совсем не шуточно и связано в первую очередь это с тем что происходит на Луне не зря даже древние египтяне называли Луну великим оком Ра следящим за нами и все таки большинство информационных сообщений из разных и не всегда достоверных источников а также слухи это кадры допроса живого инопланетянина человек который обнародовал пленку представился выходцем из спецслужб по его словам инцидент имел место в 1947 году после крушения НЛО под Розуэлом видно что существо мучается возможно оно привязано к стулу ему становится плохо в кадре появляются врачи если видеозапись подделка возникает вопрос с какой целью это было сделано возможно нас таким образом готовят к мысли что человек не одинок во вселенной 16 ноября 1974 года была предпринята первая попытка связаться с внеземными цивилизациями радиотелескоп Варисиба отправил в созвездие Геркулес зашифрованный сигнал с информацией о людях а 20 августа 2001 года на пшеничном поле возле британской обсерватории в Чилболтоне появился ответ в виде огромных рисунков на полях на месте человека гуманоид в метр ростом с большой головой и длинными руками еще год спустя там же возникло изображение лица гуманоида и круглого диска диаметром около 50 метров сегодня в мире почти полмиллиона контактеров эти люди утверждают что общаются с инопланетянами иной разум выбирает себе посредников чтобы с их помощью обращаться к человечеству контактер Юрий Марчук получает из космоса сигналы о грядущих на планете войнах и стихийных бедствиях уровень его осведомленности таков что к нему прислушиваются дипломаты а инопланетные прогнозы транслируют украинские национальные телеканалы я вижу в этом смысл и они видят в этом смысл то есть любой катаклизм о нем дается информация с упреждением чтобы можно было его избежать архитектор Юрий Марчук не искал судьбы пророка оставив случайно включенный на запись диктофон ноутбука он обнаружил бегущую по экрану ленту со странными знаками это оказались зашифрованные священные символы и буквы всех земных алфавитов Юрию Марчуку удалось расшифровать ленту совместив данные с календарем он получил довольно точные прогнозы они видели смысл передачи информации в том чтобы подтвердить факт своего существования раз предупредить что они стали управлять стихиями планеты Земля и если на планете будут происходить энергоинформационные выбросы от людей которые дестабилизируют энергетическую ситуацию по планете то они будут вмешиваться и они будут показывать что путь избранный для решения какой-то конкретной ситуации путь неправильный в апреле 1999 за три недели до начала операции США против Югославии лента в компьютере Марчука принесла предупреждение если американцы действительно начнут войну 3 мая над штатом Оклахома пронесется разрушительный торнадо если вмешается еще и Германия ее жители расплатятся тысячами жертв наводнения с упреждением на 3-4 недели назывались даты катаклизма 3 мая штата Оклахома 1 июня это наводнение в западной Европе 4 июня это штат Оклахома аэродром посадка самолета 19 июня это цунами по Карибскому морю тогда контактер сумел передать сообщение югославскому посольству они опубликовали прогноз у себя в стране но воспрепятствовать событию не смогли день в день на Америку обрушился торнадо а потоки воды выплеснулись из Эльбы Рейна и других европейских рек уже поднималось цунами над Атлантическим побережьем США и улеглось потому что стрельба прекратилась А как правило приходилось встречаться с первыми лицами или со вторыми лицами какого-нибудь государства что назревает катаклизм по стране но который связан с тем-то тем-то и тем-то что страна делает руководство страны делает неправильные какие-то действия или телодвижения и у них всегда есть 34 месяца или принять эту информацию к сведению или отмахнуться от нее 28 июля 2002 года на брифинге в Министерстве иностранных дел Индии Юрий Марчук заявил предстоящие боевые действия на границе с Пакистаном недопустимы в Гималаях находятся базы внеземных цивилизаций и особые кристаллические структуры целостность которых важна для планеты и будет знамение которое это подтвердит 16 и 22 августа эскадрильи НЛО полчаса висели над всеми ядерными комплексами и аэродромами о чем сообщили все центральные газеты обеих стран но власти не прислушались 25 или 24 декабря они провели два подземных ядерных взрыва и 2-3 января они получили около 2 миллионов жертв погибших во время землетрясения У Юрия Марчука есть подробнейший прогноз по всем континентам на много лет вперед страшное землетрясение в Японии там якобы предсказывалось тоже по расчетам Марчука на этот период попал всплеск геомагнитной энергетики помноженной на желание японцев захватить часть российских островов я сейчас смотрю Россию на 100 лет например вперед то я осознаю в том что эта территория будет жива через 100 лет и кто-то там будет жить все глобальные прогнозы Юрия Марчука на сегодняшний день подтвердились из послания внеземных цивилизаций следует что Россию ожидают опасные периоды с июня 2012 по октябрь 2015 года это будет время социальной напряженности и стихийных бедствий потом с 2021 по 2024 год далее опасные витки будут повторяться примерно через каждые 11 лет в конце света не будет это раз человечество очень многолико это два в третьих ситуация даже с тем же астероидом допустим 28-36 года при его касании падения близком пролете и так далее это не значит финал жизни на планете Земля даже для человечества поэтому те кто хочет рисовать самые страшные картинки то он ошибается документальный проект реальность египетские пирамиды кто-то когда-то это сложил совершенно не напрягаясь статуи на острове Пасхе некие живые существа с вытянутыми головами главные загадки древних цивилизаций тайный мир экстрасенс Светлана Мамайсур обладает вещественными доказательствами своих встреч с инопланетянами она с детства находится в телепатическом контакте с высшими цивилизациями и не исключает что возможно и сама не совсем человек ее родители не могли иметь детей и рождение дочери стало чудом ну вот наши ученые с которыми я общалась вот к низке они предположили что я подкидыш возможно Светлану периодически забирают на НЛО и уносят в дальний космос обычно это происходит ночью через окно или балкон над кварталом зависает летающая тарелка с неба ударяет яркий белый луч и женщина по нему попадает внутрь корабля так начинается путешествие по вселенной и четко помню что вот несколько дней прошло а на земле проходит 15 минут они это называют какой-то хрональный движитель который пускает луч и создает туннельный такой вот проход и они по этому лучу движутся причем это происходит этот прыжок очень практически молниенос по словам светланы мамайсур в космосе обитает множество высокоразвитых цивилизаций их планеты разные но близки к земле по составу воздуха и силе притяжения добрые и духовные существа объединены в некую коалицию злобные и агрессивные сами по себе коалиция туда входят продвинутые цивилизации и вот у них есть отряд наблюдения за развитием разумных сил планеты земля они наблюдают за нами но не все встречи с иным разумом несли добро однажды светлану похитили агрессивные существа которых исследователи называют серыми это гуманоиды из созвездия орион или дзета ретикула ростом в полтора метра с миндалевидными черными глазами и серо-зеленой кожей считается серые в 1953 заключили договор с правительством США о размещении своих баз на земле и возможности похищать людей для опытов в обмен на предоставление технологий понимаете серые ссылаются на то что они здесь находятся на полном основании что они договорились они меня несколько раз забирали к себе на базу база на Аляске находится если бы американцы хотели они бы это давно прикрыли эту лавочку бездушные существа проводят опыты на людях они забирают кровь костный мозг и материал для размножения у женщин и мужчин серые якобы исчерпали свой генофонд и создают гибридов людей и инопланетян вот я у них спрашивала не могут ли они это обезболивать а они сказали что в состоянии стресса выделяются какие-то эндорфины которые им нужны поэтому они это делают сознательно причем это очень болезненно я на себе это испытала чрезвычайно болезненно причем они какие-то странные такие они считают что если они стирают вот этот эпизод из памяти то якобы ущерб организму не наносится после похищения серыми Светлана Мамайсур чувствовала себя очень плохо ее мучила сильная слабость ломота и абсолютное отсутствие воли вскоре она поняла причину Светлана была в ванной когда у нее из носа пошла кровь следом в умывальник вывалились два крошечных металлических чипа эти импланты поставили инопланетяне чтобы ее контролировать контактер отдала их ученым для исследования кстати пока стояли чипы я не могла связаться со своими я даже не могла попросить помощи только когда вышли первые два мне стало легче и я смогла попросить помощи и тогда в течение двух недель еще четыре вышли и все на этом все закончилось Артем Билык государственный уфолог он возглавляет организацию по изучению аномальных явлений в нее входят ученые из лучших университетов Украины сейчас он получил экспертное заключение по имплантам Светланы Мамайсор металлические предметы размером полтора на два и на четыре миллиметра исследовались в институте электросварки имени Патона анализ показал что вот эти детали являются сделанными из высокоуглеродистой стали то есть массовое отношение углерода составляет 1,77% это почти что чугун другие химические элементы незначительные примеси марганца до 1% и в принципе кислород но он присутствует поскольку образец частично окислен очевидных признаков что чипы имеют внеземное происхождение нет однако вся вселенная состоит из одних и тех же химических элементов часто при хирургическом излечении предметов так называемых имплантантов они окутаны каким-то коконом из биологической ткани либо еще имеют соединение к нервным окончаниям в том органе в котором они выявлены обычно это конечности человека руки ноги кисти с начала 20 века спецслужбы мировых держав охотятся за внеземными технологиями они исследуют места крушений анало в надежде найти обломки и изучают аномальные зоны где летающие тарелки появляются наиболее часто в июле 1984 в небе над тундрой Кольского полуострова возникло яркое сияние некий объект стремительно падал в районе реки Паной светящийся шар был довольно крупным его воочию наблюдали на военном аэродроме Североморск в три военных частях ПВО и даже с моря проходящего мимо корабля в районе Кольского полуострова залива который на Мурманск выходит на Североморск видели гражданские моряки судно торговое наше было советского флота гражданского как этот объект падал туда в эту тундру объект рухнул с большой высоты и вонзился в землю удар был такой силы что ближайшая сейсмостанция зафиксировала небольшое землетрясение об этом событии писали местные газеты явно эпицентр землетрясения находился близко к поверхности то есть сейсмологи даже определились что причина удар о поверхность какого-то тела объекта спустя несколько дней один из офицеров поехал в тундру на своем вездеходе военный наткнулся на огромную траншею от торможения какого-то объекта везде были разбросаны бесформенные металлические обломки серо-желтого цвета сначала у офицера возникла мысль что это детали с космодрома Плесяцка ну значит обломки какие-то непонятные ну нету на них надписи сделаны в СССР там или наш алфавит там если бы там был он бы понял сразу все да какие-то технические детали маркировки ну что-то вот такое очень странное причем желтоватый такой оттенок и общая масса ну явно там не одна тонна этого аппарата где-то тонны три как минимум у него вес офицер погрузил часть обломков в машину и отвез в академию наук потом они попали в институт космических исследований где ученые решили что имеют дело с настоящим инопланетным кораблем результаты уникальные результаты засекречены отчеты засекречены но есть люди которые держали в руках которые видели которые знают значит структура этого обломка представляет собой подобие живой клетки или ДНК из эбоксеридоклиновой кислоты то есть там цепочки цепи он живой то есть это живой металл можете себе представить такую технологию у нас нет на земле такой технологии через три года один из ученых института космических исследований показал обломки НЛО узкому кругу друзей Николай Левашов был в числе тех немногих кому посчастливилось взглянуть на ценный артефакт тогда у тебя первый раз столкнулся ну такой вот воочию скажем так с тем что остался обязательно аппарат я сразу это не понял потому что лежит какой-то кусок какого-то странного материала вот угол дисков такой такой сектор навес очень тяжелый то есть это серебристо золотистый то есть это по цвету очень структура очень крупная крупно-серминистая структура дальнейшие события повергли Николая Левашова в шок обломок корабля телепатически заговорил с ним мужчина сидел и просто смотрел на кусок металла остальные пять человек за столом продолжали беседу но кое-кто увидел слабый луч идущий от артефакта колбу Николая для меня было то время сложно понять сразу ну это несколько потребностей сообразить что какой-то кусок металла может общаться телепатически но в первый раз согласно что поделать ну не сфакусом это и этот обломок начал передавать информацию что он как говорится обломок имел ту же программу что весь корабль это биометалл то есть квазиживой организм и даже кусочек небольшой имеет информацию которую имел весь корабль пилоты не справились с управлением при переходе из одного измерения в другое все умерли мгновенно и корабль как член экипажа должен поведать о них о своей родной планете и о постигшей их катастрофе тем кто его найдет он больше не может восстановиться но кое-какие функции сохранил поэтому многим людям которые держали обломки или находились рядом становилось плохо артефакт засекретили и где он сейчас неизвестно когда к космическому кораблю приближается какое-то живое существо идет его сканирование кораблем и корабль выдает информацию для себя можно это допускать к себе ближе впускать внутрь или нет Кольский полуостров давно считается аномальной зоной там часто видят НЛО в отдельных районах сохранилось множество капищ древних народов которые поклонялись странным богам недалеко находится удивительный водоем Сейдозера 30 лет назад рядом с ним на горном перевале произошла ужасная трагедия погибли четверо туристов опытные спортивные ребята признаков насилия на телах не было у всех на лице застыла гримаса ужаса исследователи сравнивают это с тем что произошло в середине 20 века на Северном Урале сценарий гибели людей повторился точь в точь в феврале 59 года над горами Северного Урала участились появления огненных шаров местные жители были в панике они уверены боги разгневались священная гора Атортен поглотила группу альпинистов за то что они нарушили табу и включили ее свой маршрут там находилось некое священное место которое охраняли боги и там были убиты 9 местных шаманов манси есть небольшие разночтения в разных вариациях этой легенды есть упоминание о том что якобы боги прилетали на шарах или по другой вариации боги с помощью светящихся огненных шаров защищали эту гору название мрачной и труднодоступной горы Атортен на языке манси означает не ходи туда сразу за ней еще более гиблое место гора девяти мертвецов в этих местах и находит смерть группа из девяти студентов уральского политехнического института под руководством Игоря Вятлова пропавших ищут спасатели задействована гражданская и военная авиация и сотни добровольцев наконец на склоне горы обнаружили палатку ее стены разодраны сама она пуста личные вещи разбросаны в беспорядке в любом случае абсолютно нормальные то есть девять человек сидя в палатке нарезая как говорится все бутерброды к чаю вдруг в чем мать родила можно выразиться так по морозу то есть бросились куда-то это специально обученные туристы которые шли по самому сложному маршруту цепочки следов от палатки идут странными зигзагами словно люди хотели разбежаться но неведомая сила снова собрала их вместе спустя некоторое время всех находят лежащими на снегу мертвыми но безо всяких признаков насилия или борьбы официальная причина смерти обморожение происхождение некоторых их травм до сих пор объяснить очень сложно и в частности это касается переломов ребер у нескольких людей причем переломов сделанных переломов которые произошли достаточно странно были поломаны ребра через одно власть засекречивает трагедия из Кремля поступает телефонограмма не разрешающая вывозить тела погибших до приезда специальной комиссии из Москвы каждого участника поисков заставляют подписать документ о неразглашении государственной тайны а над местом катастрофы по нескольку раз за ночь появляются огненные шары летчики выполняющие полеты в этом районе уже открыто говорят о том что за ними следят НЛО с тех самых пор как пропали туристы то есть ночью на том перевале где стояла палатка мог опуститься какой-то объект мы не можем сейчас сказать это был классическое НЛО то есть летающий объект который совершил посадку может что-то даже из глубин земли могло подняться тут можно гадать и этот объект мог вести какую-то деятельность на этом склоне картину произошедшего сегодня можно восстановить достаточно точно туристы добираются до горы мертвецов ставят палатку уставшие и замерзшие они тем не менее не бросаются разводить печку и готовить ужин первое что они бросились делать как только поставили палатку это делать это писать свою стенгазету они видимо что-то видели перед своей последней ночевкой из-за чего забросили все остальные дела и стали делать стенгазету но вот за этим занятием видимо их прервало какое-то ощущение может быть какой-то звук может быть появление света непонятного руководитель группы Игорь Дятлов берет фонарь и выходит чтобы посмотреть на происходящее стоя у входа кричит чтобы они убегали ребята в ужасе разрезают изнутри брезент палатки и бегут в сторону противоположную входу люди выбегают в панике люди выбегают спасаясь от чего-то неведомого этим неведомым может быть только что-то что своим ярким светом может просвечиваться сквозь брезент палатки паника гонит людей вниз по склону затем они останавливаются пробежав вниз полтора километра дальнейшие их действия лишены всякой логики вместо того чтобы вернуться в палатку где находится еда и теплые вещи туристы пытаются развести костер и хотя рядом находится валежник они лезут на деревья и ломают самые толстые и неподходящие для костра ветви я помню я помню сухую строчку в уголовном деле и при этом оставляли на острых сучках куски кожи и мяса я представил себе это как можно превозмогая боль собирать хворост ради костра чтобы не обращать внимания на то что ты не просто царапаешься о ветке ты цитирую оставляешь куски своего мяса на деревьях то есть иными словами это люди которые боролись за жизнь не то что превозмогая боль а просто уже за пределами боли спустя некоторое время несколько человек пытаются вернуться в палатку но делают это почему-то ползком вывод может быть только один на него к сожалению следователи не обратили внимания так может поступить только человек у которого потеряно зрение только человек ослепленный боится отойти от своих товарищей потому что в этом случае нет гарантии что он вернется ослепленные и замерзающие сильный мороз альпинисты хватаются за последний шанс выжить потом три человека во главе с дятлами пытаются снова дойти до палатки но очевидно за вещами объект каким-то образом их убивает или может быть просто не было какого-то умышленного убийства но было просто смертельное воздействие для человека как результат вот у нас три последнего человека доползают несколько сот метров до палатки вот значит было что-то за палаткой что их не подпускало это это страшная история имела продолжение вертолеты и самолеты которые эвакуировали тела туристов падали в тайгу прямо на глазах спасателей участники следственной группы погибли один за другим при загадочных обстоятельствах экспедиция космопоиска трижды ходила на гору мертвецов чтобы разобраться в причинах произошедшего недалеко от места трагедии они нашли две воронки от взрывов но все деревья которые растут внутри этой воронки должны быть младше самой воронки и вот оказалось что дерево которое я спилил там росла береза оказалось старше событий которые произошли с группой Дятлова то есть эти два взрыва должны были случиться и вот это это время я рассчитал точно они должны были случиться в 42 в 43 в 1943 в 1943 году то есть иными словами гораздо раньше чем история с группой Дятлова позднее Вадим Чернобров наткнулся на исторические документы которые могут пролить свет на тайну горы мертвецов недалеко от этого проклятого места находится рудник где добывают марганец во время Великой Отечественной войны это вещество считалось стратегическим оно использовалось для создания танковой брони фашистские войска организовали спецоперацию по уничтожению рудника с аэродрома в Архангельской области в воздух поднялась эскадрилья немецких самолетов их путь лежал через гору Аторта достоверно известно здесь я уже ссылаюсь на немецкие источники что эскадрилья вылетела достоверно известно что эта эскадрилья пролетела большую часть маршрута и она вышла уже на боевой курс недалеко от рудника но до рудника они не долетели несколько боевых самолетов бесследно исчезли над проклятыми горами воронки от взрывов которые нашла экспедиция Черноброва могли оставить именно они немцы начали сбрасывать бомбы не достигнув цели возможно их что-то сильно напугало я напомню о тех самых светящихся шарах о которых молва уходит в глубину выков и тех самых светящихся шаров с которыми сталкивались самолеты уже в наше послевоенное время вероятно только с ними могли столкнуться немецкие бомбардировщики и вот дальше их судьбу об их судьбе можно только догадываться потому что я считаю что воронки которые мы нашли говорят о том что они начали избавляться от бомб и видимо повернули обратно видимо они далеко не ушли скорее всего эта эскадрилья должна лежать где-то на склонах горы Мертвецов где-то в тайге что же скрывает гора Атортон космодром НЛО или целую базу внеземной цивилизации как бы то ни было она хорошо защищается от любых непрошенных гостей даже если это безобидные туристы на окраине Ростова-на-Дону есть место которое хранит еще одну тайну зеленый остров клочок суши посреди реки сегодня это дачный поселок и курортная зона при въезде на остров расположен мемориальный комплекс памятник бойцам полка НКВД НКВД охраняли охраняли именно зеленый остров и они отбивали фашистов это было зимой не пускали фашистов на зеленый остров именно с Ростова фашисты наступали и почему-то они охраняли этот зеленый остров но на зеленом острове никогда не было ничего ценного или стратегически важного за что же бились немцы уже захватившие южную столицу России эта область она всегда интересовала там была секретная лаборатория ну КГБ в свое время вот и этот клочок вот земли во время войны он отстаивался совершенно непостижимым образом зеленый остров считается аномальной зоной в 20-е годы здесь упал неопознанный летающий объект нам рассказывала одна бабушка которая была очевидцей она сказала что был светящийся какой-то объект и он двигался над горизонтом в направлении оттуда вниз в эту сторону именно светящийся объект обломки глубоко ушли в грунт и по какой-то причине все это не успели или не смогли эвакуировать погибший НЛО до сих пор находится под землей на острове считается что там же была спецлаборатория НКВД как туда попасть сегодня никому неизвестно рыбаки которые ночевали в эту ночь на острове и готовились на следующий день к рыбной ловле они были разбужены взрывом гигантским взрывом вот после этого они были свидетелями когда на зеленый остров высадились так сказать группа НКВД все было оцеплено и там начались работы земляные после через несколько буквально через неделю место было полностью реконструировано там были высажены кустарнички замаскировано все ростовские исследователи НЛО трижды пытались найти на зеленом острове обломки внеземного корабля одна из экспедиций оказалась успешной на зеленом остров было три экспедиции у нас как раз ходили это по 7 человек были представители с университета и с лабораторией тоже по исследованию аномальных явлений в Ростове здесь на Дону и были обнаружены множество аномальных как раз здесь мест которое сейчас одно из мест это которое здесь за спиной один из исследователей зеленого острова Олег Гайворонский похоже нашел обломки корабля но жестоко поплатился за это его хватил инсульт сегодня он не может ходить и с трудом разговаривает ну в общем я не советую соваться туда куда не надо отважному исследователю удалось проникнуть в подземные ходы зеленого острова там он нашел вот эту деталь обломок НЛО состоит в основном из железа он не несет никакого излучения даже магнитного и это странно оплавленный артефакт пережил страшный взрыв и теперь мало что может дать науке нельзя так дефолмировать среднейший металл то есть это высокие давления и высокая температура как достигать того пизды оплавленные обломки НЛО красноярский ученый Юрий Лавбин нашел в районе падения Тунгусского метеорита сомневаться в общепринятой версии событий и искать доказательства его заставили факты сейсмологи вычислили в 1908 году удар в тайге породил магнитную бурю магнитная буря может возникнуть только при взрыве технического устройства в атмосфере на поверхности земли даже взорвем мы бомбу не получится магнитной бури или же высоко в атмосфере то же самое определенный уровень где-то до 10 километров и там как раз вот это все происходит затем ученые обследовали район тунгусской катастрофы с помощью современных снимков из космоса и увидели аномальный след в почве и мы обнаружили одно повреждение земной поверхности именно техногенным объектом техногенным объектом это повреждение 5 на 5 километров 5 на 5 километров размером дело в том что именно вот как бы объект стартовал или же он включил какие-то установки свои но дело в том что поверхность повреждена капитально мы туда сделали 5 экспедиций на эту местность исследователи нашли в тайге странные объекты уже поросшие мхом откололи несколько кусков и отправили на анализ сделали анализ то получился фердосилицит не просто силицит силицит получают у нас в Новокузнецке получают для силицирования дюзеракет носителей это очень прочие материалы жаростойкие так вот мы получаем значит феррум-си силицит соединение железа с клемм с чистым земным а чтобы получить двух модификаций это невозможно это нужно космическое нужно пространство сегодня эти материалы хранятся у Юрия Лавдина в музее более 20 лет изучая тунгусский феномен он пришел к выводу что может полностью воссоздать картину произошедшего на землю падала огромная комета и космический корабль который находился на орбите попытался ее разрушить но в результате погиб сам то есть складывается впечатление что именно техногенный объект или протаранил эту комету так как она имела массу гигантскую или может быть именно включив какие-то энергетические установки установки именно может пучковое какое-то оружие или бог его знает ну может мощные лазеры какие-то или еще что но по крайней мере взорвал эту комету взорвал недавняя экспедиция в район падения обнаружила на берегу под каменной тунгуски удивительные камни по составу похожие на кварц с начертанными на них иероглифами эти знаки можно сделать только с помощью мощнейшего лазера очень интересный кристалл он тем интереснее что у него получается что вот одна пластина и она как бы прилипла к другой пластине потому что с помощью микроскопа даже не уроженным глазом видно он прозрачный с той стороны то же самое есть рисунок то же самое и на этой пластине есть рисунок если смотреть под микроскопом опять же туда то там тоже видно есть рисунки и здесь есть рисунок и там есть рисунок то есть они как бы ну слиплись эти пластины. То есть на пластинах нанесена информация, но при, может, высокой температуре они как бы вот слиплись между собой эти пластины. Юрий Дмитриевич полагает, что нашел черный ящик корабля инопланетян, который погиб от удара о Землю. Но символы остались, и их можно расшифровать. Считаем, что это просто но рисунки сделали инопланетяне. Хоть это громко сказано, но приходится сказать, как теперь их называют пришельцы. Похоже, Землю действительно охраняют высшие силы. Они не дают нам погибнуть в планетарных катаклизмах и направляют развитие цивилизации. Представители иного разума были рядом с людьми всегда. Только мы не догадывались об их истинной природе и целях. Мы могли их называть гномами и эльфами, бесами или ангелами-хранителями. Татьяна Сырченко редактор газеты, посвященной всему непознанному. На заре своей карьеры она не могла и подумать, что это занятие станет ее судьбой. Но высшие силы решили иначе. Татьяна закончила аэрокосмический ВОЗ и по распределению попала в секретные НИИ. Одним пасмурным питерским дням она сидела на работе, уткнувшись в копию технической документации. Я сидела и читала книгу. Передо мной была книга техническая. Она была... Раньше такие были книги не на печатанной бумаге, а от синины, так называемые сеньки. Были такие копии. От них даже попахивало иногда на штырем, потому что это вот такой эффект копирования. Будто поминуясь чьему-то мысленному приказу, Татьяна встала и вышла из здания. Перед входом ее ждала черная заграничная машина. И она, главное, так медленно подъехала и прямо вот так около меня встала. И окна темные. Ничего не видно в машине. А темные окна, знаете, вообще в наше советское время не было ни у кого темных окон. Все окна были прозрачные. То есть машина была необычная. Передняя дверь открылась. Внутри сидело трое мужчин в черных костюмах с белыми мертвыми лицами. Она сразу поняла, что это не люди. Телепатически Татьяну убедили, что она должна ехать с ними. И опасности для нее нет. Дорога была недолгой. Вскоре девушка оказалась в круглом белом помещении. Я была потрясена тем, что простор, что, значит, свет, но нет светильников. А свет шел от всего потолка. Вот поэтому мне показалось, что он как будто вот как из ваты или из такой бумаги промокательной. Что он весь светится, потолок. И такая вот, вот такая, кремоватая такая стена. Сопровождающие сообщили, что Татьяну хочет видеть кардинал. Девушка ответила, что не может предстать перед таким лицом, в чем была. Тогда из стены выдвинулась стойка с разноцветными балахонами. Татьяна выбрала фиолетовый. Затем мужчины исчезли. Стена раскрылась. Стена раскрылась, а там такой порог, знаете, высокий. Вот на кораблях такие пороги, их надо перешагивать. Вот такой высокий порог, потому что я видела, что часть ноги, там, человека, который скрывается этим порогом, стоит дядечка в сиреневом балахоне, таком, как я. Главный шагнул за порог и приветливо ей улыбнулся. Татьяна помнит лишь то, что он успел поздороваться, и все пропало. В следующий момент она опять сидела за своим рабочим столом. Я не спала, ничего. Вот у меня перед глазами книга, все это исчезло. Я даже не скажу, что исчезло. Я скажу, что вот просто этого нет. Вот это было, и этого нет, я сижу и читаю разработку. Но я же помню, что я где-то была. Какое значение имел визит, Татьяна постаралась не задумываться. Ей казалось, даже если стерли память, значит так нужно. Спустя 20 лет она стала первой в Союзе журналистой, начавшей писать об аномальных явлениях. А потом снова увидела кардинала. просто мгновенно перенеслась в НЛО, который находился на орбите Земли. Я опять оказалась в том помещении, и замык сзади меня стоял этот человек, который был тогда. И вместо стены был большой такой, ну просто открытое все было окно, и видно было, что там земля. И землю было видно целиком. То есть орбита была гораздо дальше, чем наши спутники летают, потому что они видят часть. А я видела всю Землю целиком. И большой, большой, большой такой, какой-то вот, типа пульта, весь, и мне показывают вот эту Землю. Сегодня Татьяна Сырченко не сомневается, что развитие цивилизаций на Земле вообще происходило под неусыпным контролем свыше. Если взглянуть на древние фрески и средневековые картины, то можно найти изображение летательных аппаратов в форме диска и портреты богов, похожие на тех существ, которых сегодня описывают очевидцы НЛО. Предыдущие цивилизации, они продвинулись достаточно далеко. И нам известны, например, вот названия такие Виманы, летающие Виманы. По своему описанию, это один к одному, значит, НЛО. И описывается двигательная установка, как она устроена, механизм работы этой установки описан в тех далекие времена. Но эти Виманы, они строились людьми Земли, но были принесены богами с неба. Доказательств существования внеземных цивилизаций сегодня не было.